Алия, здравствуйте! Я этого пока еще не осознаю, потому что не успела пока это все переварить. Только закончились соревнования. Ну, приятно это? Приятно. Звездная болезнь еще не посетила тебя? Надеюсь, что этого не будет. Хорошо. Александр Ильич, к вам вопрос. Ну, как воспитали вот такое чудо? Ну, я думаю, что у нас собрался очень хороший коллектив в сборной команде России. И вот все эти четыре года мы тренировались на озере Кроплой. Совместными усилиями смогли вот создать и команду хорошую, и, в общем-то, и там же практически. И поднялась как гимнастка Алия Мустафина. Совместными усилиями всей команды. Тяжелый труд это был? Ну, труд легкого не бывает для того, чтобы завоевать какую-то медаль, там, серебряную или бронжевую, олимпийскую. Это всегда, в общем-то, трудно. Это каждодневные тренировки. Протом не один раз в день, а по два, по три раза в день. Это и бывает разочарование, когда что-то не получается. Ну, а когда что-то получилось, конечно, радость. Ну, вот вы сейчас какие эмоции испытываете, скажите? Ну, в общем-то, я что хочу сказать. Это у меня не первая, конечно, Олимпиада. Но очень приятно, что Алия смогла вот все какие у нее были проблемы, там, травмы и прочее, и прочее. Она смогла преодолеть. И сейчас очень-очень приятно, что, в общем-то, такой труд. И так столько времени надо было пережить вот эту вот травму, что была. И вот сейчас такой успех. Конечно, очень приятно. Вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Алия, ну, покажи свое золото олимпийское. Я думаю, что нужно, нужно гордиться просто этой медалью. И тяжелая она? Тяжелая. Так по весу. Но я знаю, что медаль тяжелая и в прямом, и в переносном смысле для тебя. У тебя была травма очень серьезная. Каково это вообще было? Вот восстановиться после серьезной травмы. Не было ли тогда еще мыслей, может быть, бросить гимнастику совсем? Отчаяния какое-то? Ну, прям как только получил травм, нет, у меня такой мысли не было. Наоборот, хотелось восстановиться и дальше. А потом уже, когда началось восстановление, когда были вот тяжелые периоды, когда уже хочется прыгать, но нельзя. Или что-то тяжело устанавливалось. Уже были такие мысли, что а смогу ли я вообще? Но они быстро уходили и все нормально. Вообще была вот у тебя вера или там, не знаю, уверенность в том, что после такой тяжелой травмы ты можешь вернуться на помост? Более того, ты можешь завоевать олимпийские медали, в том числе золото олимпийское. Я это очень хотела. Поэтому я думаю, если очень сильно хотеть и что-то для этого делать, то все возможно. Ну вот, собственно, ты это и доказала сейчас. Дальнейшие планы какие? Там появились какие-то слухи, не знаю, откуда они взялись. Ты их, правда, уже опровергла в своем интервью в одном из... Я хотел, чтобы ты это повторила, что, может быть, Алия уйдет после этой олимпиады из спортивной гимнастики. Нет, уходить я не собираюсь. Я буду дальше тренироваться и хочу все-таки еще продержаться один цикл здесь. К вам вопрос. Скажите, а вот у Ли была какая-то особая подготовка? Она отличалась от подготовки других спортсменов? Ну, в том, что связано с травмой, как раз, может быть, или в какой-то отдельной программе? Вначале, конечно, по сравнению с другими, у нее подготовка отличалась, потому что все-таки травма была тяжелая. Мы долгое время не прыгали, акробатику, там, отборный прыжок. То есть готовили такие упражнения, чтобы укрепить ноги, чтобы можно было потом, значит, перейти уже на сложную акробатику, которая просто необходима, чтобы быть в строю и выступать в отборную команду. Ну, а потом уже по общей программе. Были такие моменты, когда нагрузки снижали, еще что-то, вот такие вещи. Но в основном уже в конце, перед тем, как ехать на Олимпийские игры, она работала по общей программе. Поблажек не давали? Да какие тут поблажки уже, когда надо было ехать уже на Олимпийские игры. Али, а для тебя какая вот из этих медаль была самая тяжелая именно в физическом, в эмоциональном плане? Все медали тяжелые, одинаково. Не могу выделить одну. Ну, все-таки, может быть, какая-то далась легче, какая-то, может быть, уже усталость была накопленная, особенно, имеется в виду, последние какие-то медали. Нет, одна вот на больных упражнениях бронзовая, она была очень неожиданная для меня, потому что я на нее совершенно не рассчитывала. У меня задача была просто красиво закончить Олимпиаду. И вот получилось так, что, видимо, настолько красиво, что бронза. Ну вот, еще после победы на брусьях ты признавал, что сложнее было всего справиться со своей усталостью, да? И, наверное, действительно, уже который день там было соревнование, все это тяжело. Как вообще удалось тебе собраться? Как тебе удалось сконцентрироваться и выйти вот на последнее упражнение, имею в виду вот последнюю бронзу и так прекрасную высказку? Ну, наверное, это все-таки то, что я понимала, что это все заключительные соревнования этих игр. И, ну, я не могла просто плохо сделать, плохо закончить их. И поэтому все силы, все, что остались, я вложила в эти вольные. Хорошо. Ну, я услышал, что это первая золотая медаль для российских гимнасток за 12 лет, да? И вот до этого олимпийское золото, если я не ошибаюсь, завоевывало только Светлана Хоркина в Атланте в 96-м. А, и в 2000-м году в Сиднее. Ну, вот как ты оцениваешь тот факт, что сейчас тебя будут ставить, получается, в один ряд с такой титулованной, такой известной спортсменкой? У нее даже памятник там есть на розе. Ну, мне, конечно, очень приятно, но больше всего приятно то, что я все-таки смогла это сделать и смогла, скажем так, вернуть золото в гимнастику России. Гордишься этим? Да. Я тебе могу сказать по секрету, мы тоже тобой гордимся. Хорошо. Как думаешь, тебе завидуют представители вот других видов спорта из нашей сборной? Не знаю. Ну, они вообще подходили, поздравляли, говорили тебе. Не только девчонки из твоей команды, а может быть из смежных других видов спорта. Ну, так, когда в Олимпийской деревне ходили, кого-то встречали, то да, поздравляли. У нас там времени-то практически не было. Мы в последний день вот отвыступались, потом поехали, значит, на встречу в русский парк. А утром, рано утром уже вылетели в Москву. Поэтому такого общения с другими командами, с другими, практически не было. То есть вкус победы в полной мере не ощутили, получается? Да, я говорю, мы седьмого закончили, восьмого уже здесь. Притом, это уже было вечером. Ночь провели в этом клубе все вместе, там, они там потанцевали, прочее, прочее. А потом рано утром собрались и вылетели. Поэтому такого общения как бы и не было. Вот как раз насчет потанцевали. А ты чем вообще любишь заниматься вне зала? Я понимаю, очень мало, видимо, такого времени у тебя есть. Такого времени вообще нет, поэтому мне сложно отвечать на этот вопрос. Последние три года я только и делала, что тренировалась. Ну это того стоило, я вижу. Ну да, я ни капли не жалею. Хорошо, ну вот расскажи сейчас, какие твои планы? У тебя будет какой-то там тайм-аут, не знаю. Ну да, сейчас я буду отдыхать. Отдых, восстановление. Да, сейчас я буду отдыхать. А потом мы 3-го числа все вместе, все сборные уезжаем в Испанию на учебный тренировочный сбор. 3-го сентября? Да. Ну то есть отдых у тебя, я так смотрю, довольно короткий. Ну вот ты потомственная спортсменка. Твой отец Фрагат Мустафин, бронзовый призер игр 76-го еще года в греко-римской борьбе. Как ты относишься к тому, что вот сейчас, получается, ты превзошла результат своего отца? У него бронза, а у тебя золото, серебро и бронза не одна еще. Ну, он мне сказал то, что по Олимпиаде, да, я его обошла, но не обошла по количеству соревнований. Поэтому мне еще выступать и выступать. Ну я думаю, ты его еще обойдешь. Надеюсь. У тебя карьера только в начале еще. Еще скажи, ты в этом году, я так понимаю, закончила школу, да? Да. Как вообще удалось это совмещать? Ты сама говоришь, что времени свободного нет ни на что. Последние три года одни сплошные тренировки. Как все это сочеталось со школой? Последние месяцы, как раз перед экзаменом, мы очень много учили. По четыре часа в школе сидели для того, чтобы сдать экзамены. Вот. Как это получилось. Ну для тебя что важнее, зал или вот учеба и школа? Для меня важнее, чтобы в зале все было хорошо и в школе неплохо. Такое дипломатичное. Дипломатичное. Да. А расскажи еще вот интересно, такой вопрос. Вот твой золотой день, когда ты получила золотую медаль. Как это происходило? Вот ты встала утром, волновалась, не волновалась, завтракала, не стала есть в этот день. Вот такие подробности, они очень интересны. Я проснулась. Не рано, наверное, часов в девять. На завтрак не ходила. Чтобы злее быть, видимо. Нет, просто было не очень тяжело. Потом начала собираться, потихоньку прайситься, одеваться. Вот. В одиннадцать двадцать пять мы выезжали. Было опробование на помосте. Час. Или чуть больше, час пятнадцать. Вот, там я размяла свои брусья и ушли в разминочный зал. Очень долго там сидели, ничего не делали, потому что большой перерыв был. Вот. Потом пошли разминаться в разминочном зале на брусье, так как выступать нам всем без разминки. Там у меня, конечно, ничего не получалось. Александр Сергеевич, наверное, очень сильно нервничал. Вот. А кто больше нервничает, кстати, перед соревнованием, Александр Сергеевич? Вы или Алия? Я думаю, что Александр Сергеевич. Это правда, Александр Сергеевич? Ну, наверное, да, потому что вначале она хорошо размялась, все было нормально. А когда уже непосредственно перед выходом, там система такая, в разминочном зале ты разминаешься, а выходишь на помост уже без разминки делаешь. И вот в разминочном зале, когда там все делают упражнения, у нее ничего не получается. Тут, конечно, не очень было приятно. А потом уже было очень приятно, когда после того, как ничего не получалось, она вышла на помост. И здесь очень успешно сделала одни из самых лучших своих подходов вообще за все время Олимпиады. Потому что у нее получила самая высокая оценка на брусьях. Хотя конкуренция была очень большая. Это и две китаянки, там, чемпионка мира. Очень сложные упражнения. У нее даже было сложнее упражнение, чем у Алии на одну десятую. Это Ит Видал, которая тоже англичанка. И, сами понимаете, на нее был настрой, что она должна выиграть. Она тоже несколько раз была чемпионкой мира на брусьях. И, конечно, было очень-очень непросто. Но вот она молодец, что все-таки смогла сконцентрироваться. И один из самых лучших своих подходов вообще на Олимпиаде сделал это упражнение. Я где-то читал, вы говорили, что у Алии очень высокая стрессоустойчивость. Да, это правда? Ну, в общем, да, если она же еще, если вы помните, перед травмой была абсолютной чемпионкой мира. И практически не ошибалась. А подходов-то ей приходилось сделать очень много. Давайте посчитаем. Четыре подхода первый день. Это квалификации. Четыре подхода. Это финал за команду. Это уже восемь. Четыре подхода. Еще многоборье личное. И еще в финале у нее было два подхода. Вы видите, сколько? Это надо было не ошибиться. Ну, я думаю, что хорошая работа тренера, собственно, и привела к такому результату. Спасибо большое. У нас в гостях были Александр Сергеевич, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. И Олимпийская чемпионка Лондона 2012. Олимпийская чемпионка Лондона 2012.